Так, друзья, привет! Давайте так, сейчас немножко вступления, затем будет основная часть, где будет все кратко, быстро и по делу, а затем уже концовочка, подведение итогов. Соответственно, история начинается с чего? Супруга предложила построить курятник, подкинула идею, как бы говорит, давай, будет домашнее яичко, детям полезно и самим детишкам будет повеселее бегать, погулять, попрыгать, посмотреть за ними. В общем, что я делаю? Сажусь за ноутбук вечерком в часиков 6 и где-то до 2-3 часов ночи я лопачу весь интернет, пересматриваю тонны роликов, сижу с листком бумаги и ручкой, пытаюсь что-то записать и в итоге листок у меня пустой. Знаете почему? Потому что все только показывают, какой у них курятник, как у них он обустроен, но никто не рассказывает ни размеров, ни примеров, какая доска, сколько денег ушло, сколько времени. И знаете, я психанул, поэтому этот видеоролик будет самый топовый видос, который связан с курятником, потому что здесь, именно здесь, в этом видеоролике, вы узнаете, сколько доски, сколько стоило, размеры, примеры, какие саморезы даже шли. В общем, ролик наполнен сочной информацией, поэтому желаю приятного просмотра, обязательно оцените лайком, пишите после просмотра свою обратную связь, потому что я потратил очень много сил и надеюсь не зря, и вы это оцените. Меня зовут Сергей, это канал Домашний Мастер, ну а мы начинаем. Ну, как говорится, понеслась. Было завезено куча материала, сколько всего чего ушло по количеству, это можете найти в описании к ролику, а пока пробежимся на словах. Основная доска это 25х150, брал сразу двухметровую, с ней быстрее и легче работать. В качестве каркаса будет использоваться брусок 50х50, для удобства тоже длиной 2 метра. В качестве утепления был закуплен пеноплекс комфорт, это экологичный материал и он применяется не только в утеплении дома, но и для утепления различных там ферм, для животных. И была закуплена труба 60х60 длиной 6 метров и порезана сразу в магазине на 4 отрезков, полтора метра. Начинаем с фундамента. По факту вы можете делать любой, который у вас подходит, но у меня вода рядом, плюс уклон. Поэтому я решил ставить на самодельные столбы, ну что-то в виде свай. Пробурил буром отверстие и сделал разметку. Размер курятника будет 2 метра на полтора метра. Столбы хотел забивать бабкой, но тут она сначала была бесполезна, хотя моя смекалка показала обратное. Саму стройку стартанул уже под вечер и темнело быстро, и заодно с помощью лазера выставил нужную плоскость, сделал отметки. День второй. Все столбы отрезал болгаркой по разметке. Затем стал собирать нижнюю обвязку. Две доски 50х100 по 2 метра и две доски 50х100 по 1,40 метра. И еще одна будет нужна в центр для жесткости, тоже 1,40 метра. Затем под каждый угол подложил полосу металла, толщина 4, и вырезал под каждый стол прямоугольники, примерно 10х15 сантиметров. А затем приварил их к трубе. Получилось сделать что-то в виде свайса головками. С помощью ступенчатого сверла сделал отверстие в площадке и закрепил верхнюю обвязку намертво. Подложил рубероид и поставил центральную перекладину, о которой писал выше, а затем все это дело обработал пропиткой. Теперь поехали черновой пол. Доска 25х150, уже двухметровая. Кидаем 10 досок и закрепляем. По краям ровняем дисковой пилой. Далее идет брусок 50х50, два куска по 2 метра и 4 куска по 1,40 метра. Шаг бруска делаю специально под утеплитель. Утеплять буду полностью пеноплексом. И тут, кстати, есть ряд причин. Это низкий коэффициент теплопроводности. И если бы я утеплял другим утеплителем, то стена была бы уже как минимум десятка. Также практически нулевое водопоглощение. В нем не образуется конденсат и материал не увлажняется. И тем самым не теряет свои теплозащитные свойства. Большая долговечность, без утраты эффективности, что даже и курятник переживет. Высокая прочность на сжатие. И, кстати, поэтому его часто используют в полы под стяжку. И экологическая безопасность. Кстати, полистирол, из которого делают пеноплекс, также используют для изготовления игрушек, одноразовой посуды и много чего еще. И поэтому материал безопасен как для человека, так и для младших наших собратьев. Уложив утеплитель и запеним швы, сверху идет уже чистовой пол. Доска та же, 25 на 150, двухметровая. Нужно 10 штук. И площадка готова. Теперь поехали стены. Начал с задней стенки. Высота курятника будет полтора метра. Это глухая стена. И делаю размеры как у пола. Затем вторая стена, тоже точная копия. Далее ставим на свое место. И закрепляю временно укосы. И стены также выравниваю по уровню. Затем начинаю готовить доску для внутренней обшивки. Количество 10 штук. Креплю их на свое место. И из-за того, что доска имеет погрешность, верхушку подрезаю дисковой пилой. В итоге получаем две готовых стены. С другой стороны доска шла в 137 сантиметров. Так как мы оставляем проем под дверь. Далее собираем стену, где будет окно и ящики для несушек. Размеры не называют, так как вы их видите на своем экране. И если кому необходимо, вы можете просто поставить на паузу и записать. Затем собираю четвертую стенку, состоящую из двух секций. Верхняя секция закреплена намертво. Так как идея сама в том, чтобы при чистке курятника можно было открыть сбоку и спокойно прибраться. Тем самым не надо залазить в сам курятник. Далее обшиваю все изнутри, чтобы получить вывернутый каркас. И затем полностью пеноплексом утепляю коробку. Обязательно пропениваю швы. А, кстати, еще вот момент. За счет мелкой и чистой структуры пеноплекс не может являться матрицей для развития каких-либо бактерий, грибка, плесени и других инородных тел. Главный вопрос. Почему не минвата? Ну, она со временем, во-первых, оседает, там сыпется, сползает вниз и образуются пустоты, через которые уже будет стена промерзать. А пеноплекс, ну, что пеноплекс? Вставил, запенил и забыл на ближайшие 50 лет. Ну и также от него нету никакой пыли. Там микропылинки такие, знаете, когда дышишь, даже чихать начинаешь. Ну, кто работал с минватой, тот меня поймет. Утеплив стены, пошла внешняя отделка. Задняя стенка идет сплошная. Доска 25 на 150, по 2 метра 10 штук. А затем зашиваю стену, где дверь. Доска тоже 25 на 150, в количестве 10 штук и длиной в 137 сантиметров. Но в дальнейшем я заменю две нижние доски. Смотрите дальше и поймете почему. Окно у меня будет нестандартное. Ну, захотелось мне так сделать. У меня есть старое пластиковое окно. И чтобы оно открывалось, я нашел решение. Я закупился фурнитурой. Там петли, ручки. Но вот петли я взял слишком сопливые. И перевернув сарай, я нашел старые дверные. И когда их немного доработал, они уже встали на свое место. И также еще этим днем успел зашить черновой потолок. День третий. Делаем потолок. Размеры одинаковые с полом и конструктивом. Собрал каркас, уложил пеноплекс, все запенит. Для надежности внутри курятника подшил два бруска. Ну, чтобы я спокойно мог ходить по потолку. Так как крышу буду собирать двухскатную. Конечно, можно было сэкономить и сделать один скат. Но хочется красиво. Пошла крыша. Точнее, середина. Два бруска по 150. И четыре по 40 сантиметров. Чтобы высоту общую получить нам в полметра. Закинул наверх. Выровнял по уровню и закрепил. Затем собрал стропильную систему из бруска. Делал так, чтобы где будут ячейки под гнезда, там будет длина крыши 2 метра. А с другой стороны 1,5 метра. То есть закупил металл два листа двухметровых и два листа полтора метровых. А ну и конек двухметровый. А тут хочется вам подкинуть совет. Друзья, выгружайте материал в том месте, в котором будете строить. А я вот снова пошел на другой конец участка за доской. Пока все это перетащил, даже горку накатал. Можно на жопе кататься. Прежде чем делать обрешетку, зашиваем фронтоны. Это удобнее. Пока зашиваю наглухо. В дальнейшем, может, там заведу черного кота, назову Бэтменом. И сделаю выпил дисковой пилой в чердаке. Для дверцы. И будет там жить. Фронтоны готовы. Поехала обрешетка. Доска все та же. 25 на 150 двухметровая. На обрешетку ушло 7 досок. С одной стороны сделал вынос в 25 сантиметров. Ну а с другой уже все, что осталось. Доделал полностью крышу. Уложил листы. И поставил конек. Затем поставил дверь. Обшивал дверь обрезками. И также утеплил внутри пеноплексом. Затем стал собирать окно. Окно делается вообще по факту, по усмотрению. Ну, кому какое нужно и у кого какое есть. У меня было бушное пластиковое. Одно стекло разбилось еще, когда перевозил. И поэтому лишнюю деталь я просто отрезал болгаркой. И установил окно. Окантовку сделал из бруска и полосы ОСБ девятки. Таким образом создал высоту окна. Поставил петли на кровельные саморезы. И закрепил ручку. Так, теперь поехали гнезда. Длинный брусок полтора метра прикручен к стене. Наглухо, очень жестко. Затем снизу подшита одна доска 25 на 150. И по бокам были уложены два бруска по 35 сантиметров. Затем дальний брусок полтора метра. И зашиваем снизу доской. Такой порядок действий создает удобство сборки. Затем утеплил пеноплексом. Пропенил швы. И зашил доской. Снизу сделал временную опору и выровнял по уровню. И далее сделал два укоса по бокам. И собрал боковые стенки. Высота бруска под стойки 35 сантиметров. И снова все утеплил. Пеноплекс плюс пена. Все дела. День четвертый. Собрал полностью ящик. Обрезками сделал внешнюю отделку. И собрал крышку. Чтобы она была максимально легкая, стенки зашил обрезками USB, которые остались от постройки мастерской. Крышка также утеплена. И имеет разную толщину. Около стенки самого курятника брусок 50 сантиметров. А около края брусок в 30 сантиметров. Таким образом я сделал небольшой наклон. И если вода будет попадать, то сразу будет стекать. Насест сделал из бруска. И предварительно закругли все углы. От стенки он 35 сантиметров. А высота от пола 50 сантиметров. И также все примыкающие детали пробил уплотнителем. Чтобы по максимуму не было мостиков холода. Ну и соответственно заселил жильцов. Которые уже вовсю трудятся и приносят свои плоды. И кстати обрезков очень осталось мало. Прям уже просится впечь под казан. Так что я считаю, что проект очень удачный. И не зря я потратил весь вечер, чтобы его нарисовать. Итак, на чем можно было сэкономить? Доску я брал первого сорта. Можно было взять второго или третьего. Но я лично не люблю работать с зеленой или обзольной доской. Также сэкономить можно было на кровле. Взять например заборный профлист или потоньше. Либо вообще что-то другое и дешевле. Еще сэкономить можно было на фундаменте. Можно поставить было на блоках. Но к сожалению у меня не позволяет эти условия. Еще момент. Крышу можно было сделать односкатную. Тогда доски и бруска ушло бы намного меньше. Ну и давайте подведем итоги друзья. Я считаю, что благодаря этому видео, что даже школьник сможет теперь построить такой курятник. Почему я рекомендую? Потому что он небольшой. На 5-7, ну даже 10 кур его хватит за глаза. Он сам симпатичный. Он занимает мало места. И довольно теплый. А остались небольшие доработки. Это провести освещение. Потому что сейчас зима. Чтобы увеличить световой день. Чтобы увеличить яйценоскость. Также если не будет хватать воздуха. Я в стене сделаю отверстие на 100 миллиметров. И вставлю туда канализационную трубу. Будет небольшая приточная вентиляция. Попозже заморочусь с кормушками и с бункерами. Чтобы можно было покушать курочкам. Засыпать прям сразу с улицы. Чтобы не открывать лишний раз дверь. Чтобы сохранить больше тепла. А так в принципе все довольно легко и просто. И также если вы не хотите заморачиваться с перерисовкой, скажем, размеров по видео. А хотите сразу получить готовый чертеж. Готовый проект. То пишите мне в личку. И я думаю за шоколадку мы с вами договоримся. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Спасибо вам за просмотр. Пишите свою обратную связь. Что вам не понравилось. Что понравилось. Что классно. Дайте пару каких-нибудь советов по содержанию кур. Потому что я только знакомлюсь с этим направлением, скажем так. Ну и желаю вам побольше сил. Удачи, терпения. И все будет на 5 с плюсом. Еще раз спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok